МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. В школах Владивостока последний звонок прозвенел для двух с половиной тысяч учеников. Выпускников поздравили учителя и родители. Теперь впереди у ребят пора экзаменов. Объяснить нам не успел ни один учебник. Тот, кто жестен, добр и смел, тот и есть волшебник. Выезд на встречную – опасное маневрирование. Грязь в салонах три автобуса снял с линии лично глава Владивостока. В краевом центре проходит операция «Автобус». И я думаю, что сейчас его пропутят дальше на линию, пока я его сейчас не сниму. Гонки по средам начались с хорошим ветром. В дальневосточной столице проходит кубок по парусному спорту. Мы целый сезон, целое лето гоняемся. Зиму, к сожалению, не можем, а может быть, счастье, потому что мы хоть отдыхаем немножко. А там парусы – это, в принципе, все, это и работа, и увлечение. Также в выпуске «В ногу со временем» Приморье полностью откажется от аналога и перейдет на цифровое телевещание уже 3 июня. Еще расскажем, по-летнему теплыми обещают быть выходные, однако такое тепло в дальнейшем может обернуться для региона новыми ливнями. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. В последний раз в любимый класс тысячи ребят Владивостока в эти дни прощаются со школой, поют учителям песни, выслушивают напутствие и, конечно, получают аттестаты зрелости. Проходят последние звонки. Ведущие радио «Лемма» не остались в стороне и поздравили выпускников сразу двух учебных заведений. А чтобы было не скучно, еще и измерили, кто громче радовался, а также вручили призы. Подробнее в сюжете Евгения Черемухина. Первоклашки с рюкзаками, а на дворе конец мая. Нет, это не внезапное изменение учебного режима. Это последний звонок, где первогодки символизируют ребят, чей первый звонок прозвучал 11 лет назад. Во всех школах Владивостока в ходе таких вот прощальных акций выпускники выражали благодарность учителям и родителям, плакали и смеялись. Подготовили они для своих наставников и концертные программы. А сразу в двух школах, номер 2 и номер 56, сопровождали ребят в этот нелегкий день ведущие и диджеи радио «Лемма». И, как выяснилось, неспроста. Простой вопрос. Давно вы были на последнем звонке? Когда был у вас последний звонок? Вот мы на радио «Лемма» задались этим вопросом. И поняли, что не один десяток лет уже практически у каждого прошло по истечению времени окончания школы. Решили оказаться на этом событии, ну и пережить еще раз это мгновение. Мало того, что поздравить выпускников города Владивостока с этим прекрасным событием «Последний звонок», что, в общем-то, очень ярко проходит во всех школах города Владивостока. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она. Это необыкновенно, это трогательно, это волнующие. Они пришли вместе со своими родителями, вместе с бабушками, дедушками. С ними прощаются педагоги. И они сегодня организовали необыкновенное торжество в нашей школе. Ученики 56-й школы свой последний звонок выдержали в единой тематике. Лейтмотивом здесь стала школа волшебства «Хогвартс» из произведений Джоанны Роулинг. Впрочем, выпускники обеих школ показали отличный настрой и позитив. Но и без слез не обошлось. На выручку ребятам, родителям и учителям пришли ведущие «Радио Лема» со своим специальным конкурсом. По замыслу родительщиков, выпускники обеих школ должны как можно громче закричать специальный набор слов. Девиз «Радио Лема» – слушай, действуй, живи, здравствуй, лето. И это состязание мы еще и замерим на шумомеры, затем посмотрим, какая школа будет громче, ярче и дружнее. В прямом эфире «Радио Лема» ведущие уже были на готове и по ходу мероприятия озвучили результаты. Сейчас в 56-й школе идет настоящая сказка, потрясающий последний звонок и сценировка. Все это как школа магии проходит. Дим, спасибо большое на связи. Децибелы я записала. Время результаты со второй школы и проверим, кто будет громче. В итоге с отрывом в несколько баллов победила школа номер два. Для ведущих «Лемы» последний звонок оказался не менее волнительным, чем для самих ребят. Спасибо нашим партнерам, это Арсеньевский молочный комбинат и компания «Татсер Компани», которые также отозвались на наш призыв и наградили выпускников сладостями и радостями, потому что все равно в любом случае это дети, и мы хотели для них сделать такой приятный, сладкий сюрприз. У нас это получилось. Да, поздравляем, ура! Вы будете вспоминать школу, как один из самых крутых моментов в вашей жизни. Евгений Черемухин, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Прозвенел последний звонок и для учеников Международной школы нового тысячелетия. Хедлайнером мероприятия стал известный приморский пауэрлифтер Иван Савкин. А поздравляли учеников депутат Городской думы Людмила Таран, Галина Курносенок, директор Приморского института развития и образования Елена Григорьева, председатель Владивостокской общественной организации «Дети войны» Николай Мозговой и другие гости. Подробности в нашем сюжете. Последний звонок как своеобразный рубеж между детством и взрослой жизнью. Рубеж, разделяющий теорию и практику. Выпускники Международной школы нового тысячелетия теперь не ученики, а будущие абитуриенты. Впереди ЕГЭ и поступление в ВУЗы, а сегодня у них столь долгожданный последний звонок. Расставаться с ребятами нелегко и учителям. Конечно, жалко, тем более некоторых мы учили с первого класса. Это наши первые выпускники в этом году, нам 11 лет, исполняется 11 ноября. И поэтому, конечно же, жалко. Но у них впереди это будет наша будущая опора, надежда. Поэтому я думаю, что это те люди, на которых будет строиться и меняться общество в лучшую сторону. В школе с углубленным изучением отдельных предметов все было так же, как и в других городских школах, лицеях, гимназиях. Торжественная линейка, музыка, море цветов, волнение, речи и поздравлений. Но главными оказались все же теплые слова. Напутствие педагогов в адрес ребят и благодарности выпускников своим педагогам. В нашей школе педагоги, они молодцы, они всегда находят подход к ученикам, всегда поддерживают, дают советы. Если у нас что-то не получается, они стараются нам объяснить другим языком. Этот 11 класс, для каждого он дался очень трудно. Но эта школа, рекомендую ее, ответственные учителя, они с ответственностью подходят к обучению каждого школьника. Ребята не зря говорят про индивидуальный подход к обучению. Небольшое количество учеников в классе позволяет вести уроки по индивидуальным программам. А благодаря двуязычной системе образования и обучения по авторским методикам, школа выпускает подготовленных к жизни детей. Вот эти улыбающиеся лица, дружелюбная обстановка, то есть я вижу, что школа хорошая. Дети очень радостные, очень счастливые. Родители вот разговаривают с педагогами, с директором школы, ну то есть перед мероприятием, во время мероприятия. Такая вот дружеская обстановка прям. Вот это вот и есть хорошая школа. Здесь мы видим очень хороших классных учителей, которые не только там учат, да, они вкладывают в свою душу, они еще и воспитывают, они прямо с ними проживают жизнь. И получается, что школа, семья и ребенок, а здесь получается воедино. Они все вместе командой. То, чего мы очень хотим достичь в общеобразовательных школах. Отметим, что все выпускники школы поступают в вузы. Однако на этом руководство учебного заведения не останавливается. В этом году помимо наборов детский сад «Лотос», общеобразовательные и кадетские классы, будет идти набор в спортивный класс. Два, три, два, три. Садового в Владивостоке заканчивают 2674 человека. Напомню, ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный с 20 марта по 10 апреля, основной с 27 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 20 сентября. В каждом из периодов есть резервные сроки. Для участия в итоговой аттестации в Примурье зарегистрировалось 11,5 тысяч человек. Среди них более 10 тысяч – 11-классники этого года. Остальные – выпускники прошлых лет, студенты профучилищ и другие. И далее к другим темам. Операцию «Автобус» проводят в эти дни сотрудники городской ГИБДД совместно с администрацией Владивостока. Ее итоги пока неутешительны. Водители общественного транспорта нарушают правила дорожного движения, плохо следят за автобусами и даже выходят на линию по поддельным водительским удостоверениям. Подробнее об операции в сюжете моей коллеги Светлан Садовой. Выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, антисанитарное состояние автобусов. Только в ходе одного объезда глава города Олег Гуменюк распорядился снять с внутригородских маршрутов сразу три автобуса. Все они были в неудовлетворительном санитарном состоянии. Я человек, поэтому я естественно хочу, чтобы около меня было уютно, чисто, тепло в зимнее время года, чтобы водитель был корректный, объявлял остановки, если нужно, если вдруг вместо радио не работает, сообщение, понимаете как. Ну как любой человек, уважающий себя. Цель операции «Автобус» – профилактика нарушений при перевозке пассажиров. С начала года во Владивостоке зарегистрировано 48 ДТП с участием пассажирских автобусов. По вине водителей произошло 27 аварий. Во время проверки сотрудники ГИБДД выявили водителей не только нарушителей ПДД. У одного из них не было даже прав на управление автобусом. Водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.7, часть 1. Во Владивостоке сразу семь городских маршрутов проходят в районе Бухты Тихой. Остановка Добровольского стала первой во время проверки. Здесь вообще, наверное, никто не простирал. Подойдите вот сюда. Водитель, идите сюда. Я же там не говорю о том, что нужно его вымывать идеально. Но люди же сидят. По словам водителя, влажную уборку он проводит ежедневно. Но наличие пыли на окнах говорит об обратном. А старая обивка на сидениях доказывает то, что автобус давно требует ремонта. На остановке «Железнодорожный вокзал» Олег Гуменюк распорядился снять с маршрута сразу два автобуса. Сегодня я из шести автобусов видел только два автобуса. Те, которые действительно практически нет замечаний. Один так, может быть, был практически свежий. Выпуск такой у него был отремонтированный. Приятно было зайти. Видно была уборка, но не до конца. Мало замечаний, нареканий. Один автобус и техническое состояние, и внешний вид. Здесь мы приехали, но здесь просто мне непонятно, как можно выпускать такие автобусы на линию. Вот, пожалуйста, вам пример. Подходит автобус. Ну, я даже не знаю, какого он года и в каком он состоянии. И я думаю, что сейчас его пропустят дальше на линию, пока я его сейчас не сниму. По всем нарушениям, которые зафиксируют во время операции автобус, составят протоколы. Перевозчиков, допустивших их, оштрафуют. По сообщению городского управления транспорта, только с начала года общая сумма взысканий составила 523 тысячи рублей. Большая часть штрафов уже поступила в городской бюджет. Светлана Садовая, Новости на восьмом. Проблема точечной застройки во Владивостоке вновь встает во весь рост. Арбитражный суд Дальневосточного округа признал незаконную отмену разрешения на строительство многоэтажного здания на Кианском проспекте. Жители возмущены, кажется, точечного строительства в их микрорайоне не избежать. Сегодня люди выходят на собрание и выступают против точечной застройки. Их поддерживает администрация Владивостока. Подробности в нашем следующем материале. Хватит застраивать, пора благоустраивать. Хочу расти во дворе, а не на стройке. С плакатами в руках жители домов номер 83 и 85А по Океанскому проспекту пытаются отстоять свой двор с 2017 года. Два года назад люди собирались на митинги. Сегодня выходят на собрание, распространяют информацию о своем несогласии в социальных сетях, обращаются за поддержкой в СМИ, готовят письма в администрацию города и края. Администрация Владивостока встала на сторону горожан и отказалась выдавать застройщику ООО «Портофранко-70» разрешение на строительство многоэтажного дома. Естественно, мы с вами молчать не стали. Мы сегодня с вами вышли с плакатами, потому что мы должны показать застройщику, что застройщик не только должен аггументировать какие-то свои доводы, законные и незаконные способы строительства, но и должен общаться с общественностью против того, чтобы была здесь стройка. В свою очередь «Портофранко-70» подала иск в арбитражный суд Приморского края, чтобы обязать Управление градостроительства и архитектуры выдать документ. В октябре 2018 года суд обязал мэрию повторно рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на строительство. Тогда администрация Владивостока подала жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд. Он отменил решение арбитражного суда Приморского края и отказал в удовлетворении заявленных застройщикам требований. Дальнейшая борьба развернулась уже в суде следующей инстанции. Но в арбитражном суде Дальневосточного округа отказ городских властей вновь признали незаконным. По градостроительному плану на участке планируется возвести 25-этажный дом, два подземных этажа которого займёт парковка. Против возведения такого объекта мы выступаем потому, что, например, наши окна будут выходить ровно на середину 25-этажного жилого дома, который здесь предполагается построить. Сейчас вот в эти наши окна мы видим вот этот участок, мы видим вот этот дом, окружающую среду. Мы видим не оба, мы видим даже море. Если будет дом, мы не увидим ничего. Сейчас на месте будущей многоэтажки расположена парковка, а рядом жители гуляют с собаками. Огромное новое здание существенно ухудшит ситуацию в микрорайоне с подъездами к домам и парковкой, радикально уменьшит количество света в окнах, оставит людей без возможности прогуляться во дворе. Уже сейчас застройщик перегородил забором дороги между домами. Это существенно затрудняет не только подход и подъезд к домам и для жителей, и для автомобилей и экстренных служб. И если будет пожар, вот вы подъезжали, вы понимаете, что эти большие пожарные машины, они по этим узким тропам, с таким наклоном и при таком угле разворота, они просто не подъезжают. То есть на сегодняшний, да, в соседнем доме было возгорание, вот в том, к которому еще как-то можно подъехать. Они приехали с большим опозданием, и мы попросили тогда осмотреть их территорию. Получили официальное заключение. Получили не один раз. Мы вызывали сюда МЧС. Они обследовали, когда на месте территорию, они подтверждают, что нормативы не выдерживаются. В ноябре 2018 года администрация Владивостока для сохранения прохода и проезда к дому номер 83 установила публичный сервитут. Однако застройщик обжаловал это постановление во Фрунзенском районном суде. Поэтому сегодня решение Фрунзенского районного суда городские власти пытаются обжаловать в Приморском краевом суде. Однако жалоба пока не рассмотрена. Восьмой канал будет следить за развитием событий. Олег Завьялов, Светлана Садовая. Новости на восьмом. Уже к первому августа этого года управляющие компании и ТСЖ должны демонтировать с придомовых территорий все автопокрышки, которыми жильцы оградили клумбы и детские площадки. Делается это согласно новым правилам благоустройства города. Однако уложиться в установленный срок представляется нереальным. Поэтому администрация Владивостока обратилась к депутатам Думы с просьбой продлить срок до 1 августа 2020 года. Суть в том, что единственное в городе предприятие по переработке шин завод EcoStar Technology работает на пределе мощностей. И хотя за последние два месяца здесь приняли на переработку 350 тонн покрышек, это в 10 раз больше, чем за все предыдущие годы, на городских улицах по-прежнему можно увидеть брошенные шины. По словам специалистов, они будут вывезены и утилизированы, но на это требуется время. Если депутаты пойдут городским властям навстречу, управляющие компании и ТСЖ получат также дополнительное время на то, чтобы демонтировать покрышки, а завод их переработать. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Приморье перейдет на цифровое телевещание уже 3 июня. Аналог будет полностью отключен. Владивосток назван новой беговой столицей России. Подведены итоги всероссийского полумарафона «Забег». На выходных Приморью обещают 30-градусную жару, а в начале следующей недели – проливные дожди. Сегодня с вами Юля Ракотская. И мы продолжаем. Приморье перейдет на цифровое телевещание уже 3 июня. Аналог будет полностью отключен. Владивосток назван новой беговой столицей России. Подведены итоги всероссийского полумарафона «Забег». На выходных Приморью обещают 30-градусную жару, а в начале следующей недели – проливные дожди. Меньше двух недель осталось до отключения в Приморье аналогового телевещания федеральных каналов. Они будут доступны жителям края только в цифре. О готовности региона к переходу доложили губернатору Олегу Кожемяка на селекторном совещании с главами муниципалитетов. Глава региона поручил до 3 июня усилить работу всех ведомств, чтобы мероприятия прошли без сбоев и без лишних неудобств для жителей. Для приема цифрового сигнала достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры поступили в продажу со второй половины 2012 года. Для них приставка не нужна. Она потребуется, если телевизор старше 2012 года. Сейчас в крае организована работа волонтеров, которые помогают пожилым людям подключить необходимое оборудование. Кроме того, работают горячие линии. Проверить, готов ли ваш телевизор к переходу на цифру, можно на сайте смотримцифру.рф. Подключение аналогового телевизора. Вы должны создать у себя оперативные штабы с техническими средствами передвижения, иметь в запасе один-два этих всех датчика, подключение с тем, чтобы в случае, может быть, там телевизор не работает, чтобы могли ясно и понятно сказать. И сразу через службы ДДС, через тот телефон горячей линии, который в каждом районе есть, через старост населенных пунктов, там, где нет глав поселений. Такую же работу там организовать. У вас должны быть волонтеры на связи. И особенно первую неделю придется мгновенно это все решать, тем, чтобы снять вал и поток каких-либо вопросов, связанных где-то подключения, где-то не подключения, каждому человеку выехать и настроить эту работу. Поэтому будем ее мониторить. Соответственно, будем смотреть, как наше муниципальное образование, городские округа выполняют это поручение и переходят на цифровое вещание, реагируя на просьбы жителей, которые возникают в процессе переключения. Впрочем, посмотреть телевизор дома на диване в аналоге или цифре успеет еще каждый из нас. И делать это лучше в будние дни. Ведь на выходные синоптики прогнозируют солнце и летнее тепло. Поэтому есть отличный повод посетить какое-либо культурное, развлекательное или познавательное мероприятие. А выбрать площадку поможет Анна Бережная в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 23-я Тихоокеанская международная туристская выставка пройдет с 24 по 26 мая в кампусе ДВФУ. Это самая большая туристическая выставочная площадка стран АТР на Дальнем Востоке, которая проходит в рамках Тихоокеанского туристского форума. Общая концепция этого года – авиация и авиасообщение «Дальний Восток» становится ближе. ПИТЭ традиционно объединяет ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, Государственные институты туризма, российские и зарубежные туристические компании. Вход свободный. На концерт «Россия. История. Мы» ко дню славянской письменности приглашает Приморская филармония. По задумке режиссера, члена Союза театральных деятелей России Екатерина Кучук, зрители станут свидетелями исторического экскурса по знаменательным событиям нашей страны от Древней Руси до современной России через музыку, литературу и историю. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 800 рублей. Спектакль «Чисто семейное дело» дадут на сцене драматического театра Тихоокеанского флота. Смешные герои, смешные ситуации, яркая сценография и костюмы. Театр предлагает спектакль, который не даст зрителю скучать и позволит забыть о насущных проблемах. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А театр имени Максима Горького приглашает на спектакль «Верная жена». Констанс внезапно узнает об измене своего самоуверенного мужа. Она понимает, теперь ей предстоит принять серьезные решения. У нее есть своя точка зрения по поводу роли жены в семье и ее статуса. Взгляды Констанс не разделяют сестра и мать. Что же дальше? Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Выставка собак всех пород пройдет на стадионе «Динамо» 25 и 26 мая. Любители собак смогут оценить красоту и достоинство представленных пород, посмотреть на специализированные выступления, присмотреть себе щенка от титулованных родителей и узнать об интересующей породе, а также поговорить с заводчиками об уходе и жизни с четвероногими друзьями. Вход свободный. Спектакль «Лес чудес» в новом и набирающем популярность во всем мире жанре бэйби-театра состоится в театре кукол. Бэйби-театр – сочетание актерской игры с элементами квеста и анимации. Адресован он самым маленьким зрителям, которые становятся полноправными участниками спектакля. Малыши свободно перемещаются по игровой площадке, изучают реквизиты декорации, выполняют задания ведущих, участвуют в играх и фотографируются. Вместо традиционных кресел они размещаются на специальных подушках на ковре на стиле. В конце представления детям дарят картинки-раскраски на тему спектакля. Начало в 10.00, стоимость билета в 400 рублей. На спектакль «Серебряная копытца» приглашает театр молодежи. Начало в 12.00, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Экскурсия «Отец и сын. Два взгляда и одна правда» пройдет в доме чиновника Суханова. Для кого-то дом-музей семьи Сухановых – это рассказ о жизни чиновника, а для кого-то – о формировании революционера. Так ли различны были взгляды отца и сына на то, какой должна быть их страна? Действительно ли такими разными они видели свое место в жизни и долг перед людьми? Начало в 14.00, стоимость билета в 100 и 150 рублей. Фестиваль активного отдыха «Киоши» пройдет на набережной кампуса ДВФУ. В программе соревнования по спортивному туризму «Четыре стихии». Дистанционная игра для школьников «Орел и Решка», тестирование ГТО, ярмарка активного отдыха, фаер-шоу от «Покорителей огня» и не только. Начало в 12.00, вход свободный. Интерактивная свадебная выставка товаров и услуг пройдет на Приморском кольце. Женихи и невесты смогут сэкономить личное время и получить ответы на тысячу вопросов по подготовке к свадьбе, бесплатные консультации и рекомендации. Начало в 12.00, вход свободный. На спектакль «Сотворившее чудо», который состоится в храме Казанской иконы Божьей Матери, приглашает театральная студия «Алые паруса». Это история из реальной жизни Хелен Келлер, которая в детстве потеряла слух и зрение, но благодаря встрече со своей воспитательницей Анни смогла приобрести способность познавать мир, общаться и впоследствии стала лауреатом Нобелевской премии. Начало в 14.00, стоимость билетов 150 рублей. В рамках 85-го юбилейного сезона и года театра в России Драматический театр Тихоокеанского флота приглашает посетить новый просветительский проект «Театральное собрание». На встречах в Петровском зале Дома офицеров флота вы узнаете об истории драматического и музыкального театра, познакомитесь с удивительными обстоятельствами из жизни драматургов и композиторов, поймете, как работает пьеса. Начало в 13.00, стоимость билетов 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Также мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователей интернета. Сегодня покажем и расскажем о самой большой птице, которую засняли в Индии, о создании переносного аппарата для переработки мусора, а также про милый призрак из Испании и крем-арт из Кореи. Подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике в ТОП-5. Самую большую птицу на планете во всей красе заснял дрон в Индии. Статуя Джатайо расположена в одноименном индийском заповеднике. Величественный монумент – это ястреб-полубог из древнеиндийского эпоса Рамайана. Скульптуру поставили на том месте, где, по легенде, упал Джатайо после смертельного ранения. Памятник высотой 21 метр имеет грандиозные габариты – 60 метров в длину и 45 в ширину. Это мировой рекорд. Создатели трудились над статуей 6 лет. Этот парень уверен, что из мусора можно создать много полезных вещей и хорошо заработать. Артур Хуанг создал переносной аппарат для переработки пластика. Трэш-пресс работает на солнечных батареях. После обработки пластиковые отходы превращаются в плитки. Их можно использовать для декора стен или для создания мебели и аксессуаров. Этот кофе настолько потрясающе выглядит, что его жаль пить. Бариста из Южной Кореи создает волшебные картины прямо в чашках с напитком. Кан Бин Ли – настоящий художник, но его шедевры живут лишь несколько минут. Своё хобби кореец называет «крем-арт». Фотограф из Литвы Андрюс Бурба создал проект, увидев фотографии котов, которые лежали на стеклянных столиках. Ракурс съемки был снизу вверх. Вдохновившись этой идеей, Андрюс решил посвятить себя видам снизу и создал серию фотографий под логичным названием «Андерлук» – «Взгляд снизу». Помимо котиков, его моделями стали собаки, кролики, лошади и другие животные, которые позволяют себя фотографировать. А также неживые объекты, которые мы, вероятно, никогда в жизни не разглядывали снизу. И напоследок, знакомьтесь, это самый милый призрак на свете по имени Мистер Бу. Его лица никто никогда не видел. Известно только, что привидение живет где-то в Испании. Однако Мистер Бу – активный пользователь Инстаграм. Фотографии обновляются каждый день. А на вопросы искателей правды он отвечает «Разумеется, я призрак. Будь я обычным человеком, я бы не надевал простыню и не разгуливал по улицам в таком виде». Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. Присылайте нам на WhatsApp фото и видеоматериалы, о которых вы хотели бы рассказать. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом. Владивосток признан беговой столицей России. Подведены итоги всероссийского полумарафона «Забег», синхронный старт которому был дан одновременно во всех городах-участниках. По результатам соревнования первое место в этом году заняла Дальневосточная столица. Нижний Новгород стал вторым. Третье место занял объединенный полумарафон «Углича и Ярославля». Акция объединила 19 российских городов. В 2019 году в ней приняли участие около 70 тысяч бегунов. Одновременно по всей стране участники массового забега синхронно преодолевали дистанции в 2, 5 и 10 километров и полумарафон в 21 километр. Отмечу, беговая столица России определяется по трём критериям. Среднему показателю дистанции, пройденной всеми участниками города, соотношение участников забега к общему населению города и средней скорости бега спортсменов. Примечательно, что в забеге принимают участие как профессионалы, так и любители разных возрастов. Так, во Владивостоке самому младшему участнику в этом году было 7 лет, а старшему 94 года. Напомню, в 2019 году Владивосток принял участие в акции «Забег» в третий раз. Ранее приморская столица дважды входила в число лауреатов полумарафона. В ближайшие дни на юг Дальнего Востока будет идти вынос тёплых субтропических воздушных масс из Китая. На выходных температурный фон в крае будет высоким – до 30 градусов и выше, на побережье – до 20. Во Владивостоке суббота сохранится тёплой и без осадков. В воскресенье может появиться туман, не исключено морозь. Станет прохладнее. А уже 27 числа в атмосфере образуется высотный вихрь, который пройдёт непосредственно по Приморскому краю. С ним будет связан и атмосферный фронт. Резкий контраст температур субтропического воздуха из Китая и холодной массы запада по прогнозам синоптиков приведёт к обильным ливневым дождям и грозам над территорией Приморья. Не исключены шквалы и град. Так что метеорологи предупреждают приморцам – надо быть готовыми к ухудшению погоды в начале следующей недели. Кубок Владивостока по парусному спорту стартовал во Владивостоке. Уже знаменитые в городе гонки по средам начались с хорошим ветром и немалым количеством участников. Отныне каждую неделю яхтсмены будут гоняться в акваторию Амурского залива. Подробности расскажет Максим Яковлев. Открытие парусного сезона местные яхтсмены ждут с особым трепетом. Для успешного старта должно сойтись всё – хорошая погода, достаточный ветер и, конечно же, приличное количество участников. В этом году сразу же повезло. Без всяких переносов приморские спортсмены провели первую гонку Кубка Владивостока. Вначале ветра не было вообще, ну, до гонки. Потом перед гонкой из-под тучи подул сильный ветер. И все начали быстренько, ну, все не все, но многие начали быстренько другой парус доставать передний, поменьше. Вот. Потом ветер подкис, и всё стало нормально для обычных парусов. Самим яхтсменам привычнее называть эти соревнования гонками по средам. Старты от клуба «Семь футов» и вправду теперь будут проходить каждую неделю. Всего моряков ждёт 12 гонок до конца лета. Традиционно в них принимают участие только два самых популярных во Владивостоке класса – «Плату-25» и «Конрад-25Р». Так называемые «платухи» – проворнее габаритных «Конрадов». Поэтому и темпы соревнований между ними получились разными. Мы когда вышли на дистанцию, ветер был достаточно хороший, свежий, казалось бы, усилится. Но потом он просто закончился, и вот второй класс, «Конрад-25», который они даже, наверное, и до финиша не дошли. Но мы целый сезон, целое лето гоняемся. Зимой, к сожалению, не можем, а может, и часть, потому что мы хоть отдыхаем немножко. А там парусы – это, в принципе, всё, это и работа, и увлечение. В первой гонке сезона лучшими стали экипажи «Наутилус» и «Союз». Но лучшую команду города определят только после всех заплывов. В целом, впереди местных яхтсменов ждёт насыщенный сезон, в котором будут как приморские соревнования, так и выезды на всероссийские и международные старты. Максим Яковлев, Евгений Апарин. Новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. В школах Владивостока прозвенел последний звонок выпускников. Поздравили учителя и родители. Теперь впереди у ребят пора экзаменов. Меньше двух недель осталось до отключения в Приморье аналогового телевещания. Федеральных каналов Приморье перейдёт на цифровое телевещание уже 3 июня. Выезд на встречную. Опасное маневрирование. Грязь в салонах. Три автобуса снял с линий лично глава Владивостока. В краевом центре проходит операция «Автобус». Владивосток назван новой беговой столицей России. Подведены итоги всероссийского полумарафона «Забег». Гонки по средам начались с хорошим ветром. В дальневосточной столице проходит кубок по парусному спорту. По летними тёплыми обещают быть выходные. Однако такое тепло в дальнейшем может обернуться для региона новыми ливнями. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. С наступлением лета улицы Владивостока наполнятся иностранными туристами. А многие приморцы отправятся ещё дальше на восток, в Поднебесную или страну восходящего солнца. Гости Приморья, конечно же, будут любоваться на амурских тигров и дальневосточных леопардов – культовых зверей Дальнего Востока России. А вот в Китае приморцы смогут полюбоваться не только на национальных животных панд, но и на куал. В сафари-парке в Гуанчжоу проживает самая большая популяция куал за пределами их родной Австралии. На представителей фауны Южного полушария смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юля Ракотская. Увидимся на Восьмом.